Товарищ, что с ограниченной ответственностью Атриум СК, стал дипломантом второй степени на региональном конкурсе выставки «Лучший товар в Казахстане». Сегодня заводчане готовятся к республиканскому этапу бизнес-состязания. Наша съемочная группа побывала в цехах предприятия и выяснила, что смогут предложить потребителю североказахстанцы. Это рабочая медсазарина Хусаинова. Именно от деятельности инженера ПТО зависит дальнейшее развитие проектов предприятия. В товариществе Атриум СК специалист трудится три с половиной года. В основном мы занимаемся алюминиевыми конструкциями, у нас фасадные системы. Плюс их в том, что при наших погодных условиях в нашем регионе они обладают необходимой морозостойкостью, выдерживают большие ветровые стеговые нагрузки. По нашей фасадной системе, конечно, у нас самое главное – это качество. Стараемся изучать опыт других компаний, чтобы быть на уровне международного. На рынке Казахстана предприятия уже 14 лет. Начинали с производства окон и дверей. Сегодня в цехах ТО изготавливают более сложную продукцию. Это стало возможно благодаря укреплению материальной базы компании. Оборудование для гидроабразивной резки запустили два года назад. На сегодняшний день подобного станка нет ни на одном другом предприятии из Северного Казахстана. Чтобы освоить все тонкости работы, мастеру с 13-летним стажем Алексею Васильеву пришлось ехать в Китай, на родину изготовления установки. Там эта структура очень развита. Там изготавливают именно непосредственно вот эти вот станки, вот это оборудование. Так, это оборудование нам позволяет обрабатывать материалы, в принципе, любые материалы, что есть, кроме каленого стекла. Свой вклад в развитие ТО «Атриум-СК» вносят около 20 специалистов. Средняя заработная плата – 90-100 тысяч тенге. Кстати, именно от наличия квалифицированных кадров сегодня зависит увеличение объема производства на предприятиях, считают здесь. Можно у менять 10 человек, которые будут неквалифицированы, либо купить оборудование, которое будет занимать, которое создаст три квалифицированных рабочих места и позволит оплачивать более высокую заработную плату. И здесь же нужно добавить, что, к сожалению, пока очень слабо ведется работа наших профессионально-технических училищ, именно о востребованности специалистов. То есть их сейчас не воспитывают на перспективу. Сегодня, когда рынок насыщен продукцией, конкуренция высока, держаться на плаву без поддержки государства практически невозможно, говорит директор предприятия. Хорошо стимулирует к достижению более высоких результатов различные конкурсы в сфере предпринимательства. К примеру, в этом году ТО «Атриум-СК» удостойна диплома второй степени. На региональном этапе конкурса «Лучшие товары Казахстана». Впереди у заводчан выставка в Астане. Конечно, мы надеемся на какую-то победу, на какую-то нас заметят, но там очень большие технологичные производства, поэтому тяжеловато там будет. За участие в такой выставке мы, конечно, там не получаем каких-то наград, таких больших, каких-то знаменательных, но это само помогает пообщаться с подобными предприятиями, которые стараются развиваться, перспективно развиваться. Что-то новое подчеркнуть при общении. Номинантами подобных конкурсов ТО «Атриум-СК» становилось не единожды. К слову, именно на подобных выставках заводчане черпают новые идеи, которые в дальнейшем внедряются на производстве. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК.